привет сижу вот тут разбираюсь с внешней звуковой карты в общем то получил я из китая с магазина gearbest говорится предела совершенства нету поэтому мне все-таки хотелось как-то улучшить звук сделать более чище более плавнее не знаю в общем то хотел поэкспериментировать вот решил приобрести вот такую внешнюю звуковую карту комплекте также вы положили 4 провода в общем то три провода вот с такими концами один идет micro usb а второй 35 джек ну как на наушниках да вот их три штуки здесь один я как бы распаковал тестировал едва не знаю пока мне не нужны но я потом расскажу для чего и один кабель идет просто обычные usb и micro usb это для подключения питания сказано что есть 6 изменений звуковых то есть можно менять голос там или звук и сколько здесь 12 штук получается до 3 3 6 12 штук об этом чуть позже также есть видите я на что и повелся как говорится многочисленные настройки то есть можно прибавлять уменьшать бас голоса там регулировать всякие вот запись аккомпанементы мониторинг trouble какие-то в общем то куча настроек плюс еще громкость микрофона идет также как бы хода регулируется но я так посмотрел вроде прикольная вещица думаю можно так четко настроить звук что будет просто шикарно в общем то соблазнился если вы думаете приобрести эту внешнюю звуковую карту для того чтобы записывать какой-то звук записывать свой голос я вам ее не хочу посоветовать потому что ну не знаю для моих лично потребности она мне не подошла на обороте нашей звуковой карты есть вот такие вот входы четыре у нас micro usb написано первый телефон 1 телефон 2 aux вход usb это для подключения питания для наушников с микрофоном просто наушники просто микрофон и динамик микрофон для того чтобы просто подключить это это устройство звуковой карты внешне мне как-то язык честно говоря не поворачивается в общем то что нужно сделать во первых взять микрофон я нашел тут микрофон у себя ну он рабочий вот такой вот микрофон подключаем в разъем микрофон и для того чтобы нам слышать звук который до издает этот микрофон берем aux вот мне непонятно почему в комплекте не положили провод aux вот такого плана с двух сторон что был джек 35 такого кабеля нету благо у меня есть в общем то включаем в наушники и чтобы подключить какому-то устройству да ну то есть теперь у нас получается звук выходит вот из этого кабеля с 35 и теперь можно этот провод подключить к компьютеру к видеокамере ну частности будем тестировать вот к на этой колонке tronsmart 6 можно подключить колонки и звук будет идти с этой колонки давайте это и сделаем не вуаля давайте запустим наше устройство потому что у нас все готово принципе к тесту нажимаем кнопку power держим ее отпускаем загорается синий индикатор кнопка включения кстати внешняя звуковая карта имеет встроенную батарею аккумуляторную размером 1000 миллиампер час как заявляют производители этой батареи должно хватить для этой звуковой карты на 8 12 часов есть как я ему показывал еще телефон 1 телефон 2 то есть можно что сделать взять ваш смартфон взять вот кабель я вам показывал да aux и micro usb включаем сюда aux штекеры как для наушников включаем в телефон и все телефон можно использовать как микрофон это функция знаете вот так я думал думал для чего можно использовать эту функцию можно использовать к примеру петь караоке к вам пришли гости да и вы хотите там ну попеть захотелось вам попеть так как двух микрофонов может быть у вас не найтись но телефоны в принципе у всех есть можно установить на каком-либо смартфоне скачать программу до караоке к примеру там сейчас большое количество таких программ скачиваете и все поете звук проходит через это устройство через звуковую карту и потом выходит уже на какие-то колонки может у вас там домашний кинотеатр или музыкальный центр еще читал говорят что такое устройство очень подойдет для аниматоров или кто занимается знаете там корпоративчиками каким кими-то либо там в детских садах развлекают детей вот такое устройство именно для вас подойдет потому что она компактная в принципе для таких несложных настроек то здесь все присутствует плюс есть еще интересные функции которых чуть позже в общем то давайте тестировать еще рассказываю там смотрите все подключено у нас устройство включено так давайте их лишние провода все уберем то я тут запутаюсь в этих проводах вот это все лишнее так все по идее у нас все включено включаем аукс x и мод включился и смотрим раз два три и так сейчас вы слышите звук который идет непосредственно из колонки трансмарк т6 вот она то есть вот микрофон я в микрофон говорю обрабатывается все через внешнюю звуковую карту вы слышите звук какие настройки здесь есть так сильно близко сейчас чуть дальше какие настройки здесь есть давайте разберемся ну первое это регулировка громкости микрофона то есть если уменьшать 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 вы слышите что пропадает практически звук не практически пропадает и также можно постепенно 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 добавлять но это идет звуковое звуковые помехи так ладно второй большой регулятор это у нас эффект эхо можно так называть то есть вот будем добавлять немножко и вы слышите как изменяется голос вот именно эта функция может пригодиться на каких-то корпоративах в каких-то больших залах такое звучание очень эффектно для слушателей и максимально вот можно сделать слышите какой вот такая вот есть функция то что ты будешь делать первое у нас трибл это у нас чистота звука то есть сейчас он стоит на минимуме начинаем добавлять 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 и вы слышите что звук становится чище можно регулировать бас сейчас у нас выставлена регулятор наполовину можно добавить и тем самым бы с наверное думаю слышите что голос стал прям грубый грубый и также можно уменьшить уменьшить то есть басы вообще просто пропадают добавить выставим вот таким образом дальше идет рекорд то же самое смотрим продолжаем говорить говорить крутить вертеть ну честно говоря тут особо регулировки я не почувствовал никакой далее если компании а компани то же самое здесь непонятно непонятно мне что эта функция регулирует потому что звук вообще никак не меняется на последняя функция монитор она делает звук как бы более громче блин помехи идут слишком близко к микрофонов слишком много точнее микрофонов но такие вот функции ребят то есть каких-то прям четких настроек вы здесь не настроите прям идеальный звук но так побаловаться как говорится можно также я хотел эту звуковую карту использовать подключать ее прямо непосредственно камере то есть сначала микрофон отсюда уже в камеру чтобы звук можно было как-то настраивать и играть но на моем как говорится разочарование сейчас я вам дам послушать какой звук слышится когда подключаешь именно камере не так отключаем микрофон основной все отключили и включаем устройство ну и собственно вот ребята отключено все и слышите какой посторонний шум вот особенно когда молчишь такой посторонний шум так сейчас чуть-чуть под настроем так наверно так в общем то этот шум не убрать я как ни старался ничего не получается теперь смотрите давайте покажу какие здесь есть изменения голоса или звука первое идет автотюн нажимаем вот что-то она сказала сказала блин слушаю себя в научниках а голос немножко отстает поэтому как как-то странно автотюн можно сказать что не работает звук видите какой прямо странно как-то слова искажаются так димитер димитер то есть несколько раз нажимаете на эту кнопку и изменяется голос димитер 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 но я честно говоря изменений не слышать алло что происходит зачем зачем ты изменяешь мой голос она исправляет мои ошибки дом дом зачем кто здесь в общем то такая функция непонятно и иметь я не понял о я не понял что это что это за звук короче ну баловство отключаем все отключаем автотюн теперь самое интересное привет как твои дела есть такая функция да в этом устройстве не зря за него две тысячи просит кстати есть еще вот такая ну да 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 я согласен совсем скатился видео не снимает вечно какую-то дичь снимает ну да ладно давайте дальше смотреть так это снова замедленный какой-то звук и пошло все по кругу для того чтобы отключить этот звук просто нажимаем на кнопку и держим все звук исчез далее magic вот такой вот magic ребята можно сменять свой голос до неузнаваемости без всяких лишних программ напрямую через внешнюю звуковую карту ну опять же это бомбовство здесь звук никак не меняется поэтому для отключения просто нажимаем на нее и все дальше шоку и нажимаем вот такой вот звук как будто я в каком-то колодце сижу можно еще добавить эхо вот так mc mc но это чисто рэпер как-то так ребята так есть дуги до джиг какой-то не знаю в общем то этот эффект эффект этот эффект и так и так зачем и так я не говорил и так я говорю и так и так и так и так давайте проверим блин как-то странно он с прям буквы меняет их словах ну ладно в общем то есть такая функция непонятно ну а далее самое самое крутое как что есть в этой звуковой видеокарты слушайте это супер крутой звук который не просто необходим внешней звуковой карте дальше есть ган такая стрельба дальше диспись разочарование дать дебют дебют здесь можно просто петь очень крутая мелодия мне нравится кис вот такой вот поцелуй лауч просто смех далее прессер в 2 опачки ребята 3 виктори и 4 но но вот и все ребята вы спросите но все ладно в общем то не буду вам пудрить мозги вещь такая знаете для того чтобы записать звук качественный и использовать его там к примеру в видео либо записывать какие-то песни музыку это устройство вам не подойдет если как я говорил хотите для корпоративов корпоративов для каких-то развлечений прикольная вещь советую можно приобрести но опять же она больше 2000 стоит тут уже смотрите сами если вы реально на этом зарабатываете то я думаю именно для таких целей она подойдет тем более 8 12 часов без дополнительной подзарядки я считаю это круто ну так же можно говорю взять powerbank взять провод собой включить сюда воткнуть powerbank и то есть она вообще будет работать у вас можно сказать что вечно а как вы думаете где можно ее еще использовать пишите в комментариях будет интересно прям для каких целей можно будет использовать вот такую вот игрушку ссылку на нее оставлю как всегда под видео магазин gearbest прислали меньше месяца в общем то пришел на почту получился целое как видели фирменная коробка все чисто аккуратненько все целое ничего не поломано цена там чуть больше 2000 рублей но думаю на этом я буду заканчивать эту распаковку и обзор подписывайтесь на канал ставьте лайк под видео и до новых встреч пока пока